Мелко нарезаю яйца. Конечно, можно потереть на крупной терке. Плавленый сырочек натираю на крупной терке. А чтобы это было удобнее сделать, предварительно кладу его в морозилку минут на 20. Добавляю пару зубчиков чеснока, соль по вкусу, черный молотый перец. Заправляю майонезом и перемешиваю. Популярный еврейский салат советского времени можно, конечно, подавать в салатнице, как это делали наши мамы и бабушки. А можно выкладывать вот так на крекеры, как у меня. Или же в тарталетке. И на столе этот салат будет смотреться очень оригинально. Первый вариант закуски готов. Переходим ко второму рецепту. Рецепт номер два. Салат с оригинальным названием «Полковничий». Яйца нарезаю мелким кубиком. Свежий огурчик тоже нарезаю мелким кубиком. В салат обязательно добавляют зеленый лук и укроп. Еда в советское время была не только вкусной, но и полезной. Главный ингредиент салата – печень треске. Из-за того, что консервы всегда ассоциируются с армией, скорее всего, отсюда и название «Полковничий», потому что еще и деликатес. Печень треске надо просто размять вилкой. Так как печень треске жирная, поэтому заправлять салат дополнительно майонезом не надо. Просто все хорошо перемешиваем. Этот салат тоже можно подавать в салатницах, как обычно и привычно нам всем. Но я хочу приложить всего красиво на тарталетки и на крикеры. Немного ностальгии, почему бы и нет. Я думаю, что эта закуска с советского времени займет достойное место рядом с оливье. Давайте готовить вместе! Подписывайтесь на наш канал и оставляйте комментарии. Прошу к столу и приятного вам аппетита!